Когда был этот снегопад, у нас все теплицы упали, разрушились полностью. И сейчас потихонечку восстанавливаемся, поднимаем заново конструкции. Две конструкции, слава богу, поставили на ногах. Думаем, в следующем году урожай будем получать с них. И будем работать в дальнейшем, подумать дальше. Ну, эти, как бы, даже и без отопления можно получить намного раньше результатов, чем те обычные, которые у меня дома есть. Ну, так, уже подняли эти, рассчитываем поставить отопление, чтобы намного раньше выйти из вырожая. Насчет крепости, да, они намного крепче. Теперь по проекту приехали с Италии. У них высота была 7,5 метров на макушке. Как бы, они дают большой формы, это высота, достаточный результат без досвечивания. Потому что они, высота, вот, пленка, дают достаточный ультрафиолет. Каждая теплица по 10 метров ширина. Они рассчитаны на все времена года? Да, ну, конечно, на все времена года, ну, если немного отапливать. Потому что, по-любому, зимой у нас бывают сильные морозы, 30. Ну, планируем покупать, отопление будет на дрова, может, на газу. Как бы, постараемся, чтобы выйти. Что вам дает мотивацию дальше работать и кто вам помогает? И помогает у нас ГГУ за просто помощь, когда выпали теплицы. На материальный ущерб они выделили нам 260 тысяч. То, что нам хватило, или-или выйти с этой положения, ну, по крайней мере, спасибо огромное. А мотивация работы, ну, наверное, я люблю трудиться. Не только я, а семья. И хотим получить результат в своих рук. И, как бы, цель свою оправдать, которую мы поставили перед собой. Редактор субтитров А.Семкин